И да, Мартин. Девчонки, выход со школьного двора был один. Металлическая скрипучая калитка с толстыми прутьями. Некоторые пацаны, кому не хотелось делать лишний крюк, перелезали решетчатый забор за школой, но Толя Коняхин лазить по заборам не умел, поэтому возвращался только этой дорогой. По потрескавшемуся, раскуроченному асфальту, мимо старых, после каждой зимы все сильнее уходящих в землю гаражей и дальше, через березовую рощу. В будние дни ему нередко удавалось влиться в общий поток учеников и, не привлекая внимания, миновать опасный участок. Но по субботам занимался только их одиннадцатый класс, так что неприятной встречи избежать было невозможно. Девчонки вечно задерживались после школы за гаражами. «Покурите и потусоваться». Порой, влекшись разговорами в компании, они могли не заметить Коняхина, но такое случалось нечасто. Вот и сейчас они стояли, опершись о затертую локтями и спинами стену облупившегося металлического гаража. И вдвоем разглядывали что-то в телефоне Юльки Синяевой. Ее красную куртку Толик заметил издалека, но останавливаться не стал. «Ой, коняшка!» — притворным голоском воскликнула Юлька. «А мы тебя ждем. Стоим и грустим тут. Думаем, как же ты без нас один-одинешенек домой пойдешь. А вдруг пристанет кто? Изнасилует!» — Катька Рогожкина прыснула. «Смотри, какая штуковина у него. Это, наверное, чтобы маньяков отгонять». Прижав покрепче к груди черный пластиковый тубус и склонив голову, Толик молча шагал вперед. Ведь любое ответное слово всегда раззадоривало их еще сильнее. Был конец марта. Снег сильно осел и потемнел в приствольных кругах деревьях. На дорожке под ногами хлюпала слякотная жижа. Воздух пах весной, хотя в роще висела сырая дымка испарений, солнце рассеянным свечением упорно пробивалось сквозь нее. Коняхин ускорился. «Куда так торопишься?» — гнусавым детским голоском просюсюкала Синяева. «Испугался, что ли? Нас испугался? Или маньяков? Кать, смотри, он нас испугался!» Бежать от них было бессмысленно. Бегали они лучше и догнали бы только прежде, чем он успеет оказаться на развилке аллеи, где не спеша прогуливалась пожилая женщина с маленькой собачонкой. Иногда участие сердобольных прохожих выручало его, но не сейчас. «Что за фигня?» — Рогожина была уже позади него. Протянула руку и резким движением попыталась выхватить тубус, но не удержала. Тубус упал и, заскользив по насту, отлетел к березе. Девчонки громко расхохотались. Проваливаясь по колено в жесткий снег, Толик полез за ним. Синяева достала телефон и принялась снимать. «Слушай, Коняхин!» — крикнула она, когда он, наконец, поднял пластиковую трубу. «А ты точно не гей? У моей сестры в классе был один такой. Художник тоже с такими штуками ходил, полотна свои носил». Толик чувствовал, что снег набился в ботинки, и штанины начали промокать, но возвращаться не спешил. «Нет!» — ответил он. «Что?» — Синяева приложила ладонь куху и условно не расслышала. «Что ты там проблеял? Давай, иди сюда!» — Катька махнула рукой. «Будем проверять!» Услышав это, Синяева удивленно выпучила на нее глаза, и они обе снова зашли с истерическим смехом. На соседнем дереве громко раскаркалась ворона. Все трое подняли головы и несколько секунд смотрели, как она скачет на ветке. «Ты чё, оборзел?» — возмутилась Синяева. «Быстро подошел!» У нее были длинные, светлые волосы и пухлые утиные губы, которые она то и дело нарочно выпячивала, чтобы они казались накачанными силиконом, как у бьюти-блогерш. Когда Юлька не красилась, ее лицо даже нравилось Толику. Без косметики она выглядела довольно милой и немного беззащитно. Но то было весьма обманчивое впечатление. Уж кто-кто у Синяева беззащитной точно не была. Она выбила Алексаняну передний зуб за то, что тот как-то раз зажал ее в классе. А когда из-за родительского скандала к ним домой приехала полиция, Юлька подралась с полицейским, и ее сутки продержали в обезьяннике. Да и цепляться к Толику первой обычно начинала она. Но Катька Рогожина все равно была хуже. «Заставишь нас тебя оттуда доставать? Пожалеешь!» — предупредила Катька. И Коняхин в этом не сомневался. Рогожина была злая. По-настоящему злая. Ей нравилось делать больно другим и смотреть на чужие страдания. Однако лицо у нее было красивое. Может, даже лучше, чем у Синяевой. Скуластая, с аккуратно вздернутым носиком и дымчатыми, обведенными ярко-черной подводкой серо-голубыми глазами, в которых всегда читалась только злоба. Одевалась Катька как гопница. Спортивки, олимпийки, свитера со спущенными рукавами, спартаковские шарфы и балахоны с капюшонами. У нее было три старших брата, и часть этих вещей, без сомнения, принадлежала им. Стоило Толику выбраться на дорожку, Синяева сразу же отобрала у него тубус, а Рогожина схватила его за подбородок и, больно сжав пальцы, притянула к себе. «Что у тебя в трубе?» «Географические карты». «Зачем?» «Проект для Ирины Евгеньевны». Синяева скептически прищурилась. «Уверен. Могу показать». Толик потянулся к тубусу, но Синяева подскочила и, хихикнув, стукнула мальчишку этим самым тубусом по голове. Мимо них по дорожке прошел мрачный мужчина в натянутой на глаза шапке, и девчонки, притихнув, пережидали, пока он удалится. «Пожалуй, заберу это себе», — заявила Синяева. «Будет моя дубинка. Дай посмотреть». Рогожина взяла у нее тубус, раскрыла и вытащила свернутой трубочкой политические карты мира, на которых в разных местах были наклеены картинки с изображением людских столпотворений. Давка в токийском метро, переполненные индийские кварталы, забитые пляжи в Китае и Индонезии, «Час-пик в Москве». Тема проекта называлась «Перенаселение мира». Компьютер в их поселковой школе имелся лишь в классе физики, потому что физичка была директором, так что никаких презентаций им не светило. Делали все по старинке, руками, кто во что гораст. Кисло скривившись, Катька небрежно сунула листы в руки Толику. «Перенаселение? Ты хоть сам-то в это веришь?» «Конечно. Это установленный факт», — убежденно отозвался он. «К 2025 году численность населения планеты составит 8 миллиардов человек». «Всего 8?» — разочарованно протянула Синяева. «Так мало!» «Это очень много», — искренне заверил ее Толик. «В миллиарде девять нулей». «Что-то я не замечала. У нас в поселке никакого перенаселения». Рогожина демонстративно завертела головой, оглядываясь. «В Ухино вообще только три жилых дома». «Деревни не считаются», — сказал Толик. «А в городах перенаселения. Ты была когда-нибудь в Москве?» «Ты дебил!» — Рогожина постучала костяшками пальцев ему по лбу. «Конечно была. Все были в Москве. А у Юльки там вообще сестра живет». Юлькина сестра Вика сбежала из дома два года назад с каким-то заезжим мужиком. Ей тогда едва семнадцать исполнилось. С тех пор она лишь раз написала Юльке, что жива и живет в Москве. И еще просила передать родителям, что была счастлива выбраться из этого кошмарного болота и больше ничего общего с ними иметь не хочет. Об этом знали все, потому что Юлькина мама жаловалась на неблагодарную дочь всем подряд. Ее, конечно, утешали, но в глубине души каждый Вике завидовал. «Я в Москве не был», — честно признался Коняхин. «Тебе туда нельзя», — сказала Синяева. «Почему?» «Там убогих сразу отстреливают». Рассмеявшись, она неожиданно запустила обе руки в карманы его куртки. «Деньги есть?» «Нет». Все еще сжимая в охапке мятые листы карт и тубус, Коняхин отшатнулся. «Честное слово, нет». Вопросов про деньги он опасался. В последний раз, пытаясь их отыскать, Рогожина вытрясла на землю весь его рюкзак. А Синяева засунула руку ему в штаны и сжала там так, что из глаз посыпались искры. После девчонки утопили его в сугробе, и пока он выбирался, тетрадь по-английскому промокла и перекорежилась настолько сильно, что англичанка отказалась ее принимать. А до этого они заставляли Коняхина клянчить деньги у прохожих. Отвели к супермаркету и хихикали в сторонке, наблюдая за тем, как он заплетающимся языком просит милостыню. Там его увидела Анна Никоноровна, и все рассказала бабушке. Бабушка очень расстроилась. Всю ночь потом пила, сердечные и плакала. Она и без того постоянно чувствовала свою вину за то, что они живут бедно, а тут еще это. В другой раз девчонки пытались отнять у него деньги при всей своей компании, но тогда просто поглумились над Коняхиным и отпустили. При своих парнях девчонки вели себя намного сдержанней, опасаясь показать себя с непривлекательной стороны. Потому что парни Толика никогда не трогали. Они сами по себе, он сам по себе. К тому же некоторым из них он иногда помогал по учебе или давал списывать, так что причин задираться или унижать его у ребят не было. А вот девчонкам никаких причин не требовалось. Гнобить Коняхина они считали одним из лучших развлечений в их провинциальной глуши. — Денег нет, — твердо повторил Толик. — Честно. — Ладно. Рогожина будто бы примирительно закинула ему руку на шею. — Живи. Ее лицо оказалось настолько близко, что пришлось отвести глаза. В ту же секунду, подхватив его под локоть, Синяева прижалась к плечу с другой стороны. — Коняшка, а ты бы хотел лишиться девственности? Или собираешься на всю жизнь остаться извращенцем, показывающим из-под плаща свою жалкую пипиську маленьким девочкам? — Я не извращенец, — сказал Толик. — Это пока. — Рогожина больно ткнула его в бок. — Ты просто еще надеешься, что тебя кто-нибудь даст, а когда поймешь, что без вариантов, станешь им. — С кем бы ты больше хотел переспать, со мной или с Катькой? — неожиданно поинтересовалась Синяева. Толик попытался высвободиться из их захвата. — Мне нужно домой. — Быстро говори. — Не знаю. — Рогожина сильно ущипнула его за щеку. — Ни с кем. — В смысле? Она застыла и недоуменно уставилась на Толика. По дорожке прошли люди, и девчонки проводили их взглядами. — Это типа мы тебе не нравимся? — спросила Синяева, когда прохожие уже не могли их слышать. — Можно, пожалуйста, мне домой? — кротко попросил Толик. — Э, нет. — Рогожина помахала перед ним указательным пальцем. — Пока мы с этим вопросом не разберемся, ты никуда не пойдешь. — Мне правда нужно домой. У бабушки прием лекарств по часам, а она же сейчас не встает. — Ой, блин! — протянула Синяева. — Только не надо грузить своей бабкой и прочей хренью. — Так, коняхин! — Рогожина встряхнула его. — Просто отчетливо осознай, что это вопрос жизни или смерти. Твоей, разумеется. — Пока мы не выясним, на кого у тебя встает, мы не сможем отправиться по домам. — Да, Юля? — Мне вообще пофиг, нравлюсь я парню или нет. Главное, чтобы парень мне нравился. А от коняшки я без ума. Сложив утиные губы трубочкой, Синяева потянулась к Толику за поцелуем, но тот, резко вывернувшись из-под руки Рогожиной, отскочил. Синяева театрально расхохоталась. — Так я и знала, коняхин, что ты педик. Толик принялся торопливо сворачивать карты и складывать их в тубус. — А вы знаете, что мировая поддержка гей-сообществ ведется с целью решения проблемы перенаселения? — сказал он, чтобы как-то сменить тему. — Это политика ограничения рождаемости. — Блин, коняхин, ты нарочно нас провоцируешь. Я же теперь ночами спать не буду, гадая, гей ты или не гей, — не унималась Синяева. — Я не гей, — сказал он. — Я когда-нибудь женюсь и заведу ребенка. Одного, чтобы не перенаселять землю. — Может, тебе лучше просто сдохнуть? — с ехидством процедила Рогожина сквозь зубы. — И проблема перенаселения сразу решится. — От меня одного не решится. — А вот у вас в семье четверо детей, — с неожиданным вызовом парировал коняхин. — Это очень плохо. Из-за вас люди живут в нищете и нестабильности. — Что? Рогожина была так ошарашена его ответом, что на несколько секунд замерла в изумлении. Когда Толик произносил это, то знал, что Рогожин разозлится, но Катька просто взбесилась. Она ударила без предупреждения прямо кулаком в нос так, что голова его откинулась назад, и коняхин на несколько секунд потерял координацию. Тубус вывалился из рук. Катька молниеносно схватила его и принялась со всей дури лупить им Толика. — Скотина! — остервенела, орала она. — Только еще вякни про мою семью. Я тебе, блин, устрою перенаселение. Вообще пожалеешь, что родился. Он закрывался как мог. Но Катька была подвижная, резкая и била по открытым и самым болезненным местам. Голове, шее, коленям и кистям рук. Вдалеке на дорожке показались люди. Тогда, отшвырнув тубус, Рогожина схватила коняхина за шкирку и потащила по боковой дорожке в сторону железной дороги. Подобрав тубус, Синяева почесала за ними. Из носа у коняхина пошла кровь, просочилась сквозь пальцы и закапала на куртку. Толик прижал ладонь к лицу. — Подожди, у меня кровь. — Давай, шагай. Катька врезала ему кулаком по спине. Запрокинув голову, он громко зашмыгал. Кровавые струйки потекли по подбородку. — Куда мы идем? — сдавленно прогнул Савилон, опасаясь, что кровь затечет в рот. — Куда надо? Тебе знать не надо! — закричала ему на ухо Катька. — Я не пойду в блоки. Толик замедлился. — В блоки? Почему в блоки? Рогожина пнула его взад коленкой, придавая ускорение, и обернулась на Синяеву. — Слышь, Юль, а может и правда его в блоки? Так урила на ходу, широко размахивая тубусом. — А чё там делать? Как что? Коняхина воспитывать? Синяева выпустила серо-желтое облако дыма. — Я бы лучше проверила, гей он или нет. Немного расслабившись, Рогожина рассмеялась. — Ну, и это тоже. — Я не пойду в блоки, — заупрямился Толик. — Когда овец ведут на скотобойню, их никто не спрашивает. Катька снова дала ему пинка. Коняхин заозирался, и Рогожина не оставила это без внимания. — Попробуешь сбежать, сам знаешь. — Что будет? Собственно, то, чем она угрожала, и было главной причиной, по которой Толик никак не мог дать девчонкам хоть какой-то отпор. Мать Синяевой работала в их поселковой поликлинике участковым терапевтом, обслуживающим из-за нехватки врачей аж три участка. Она выписывала и заказывала из Москвы какие-то сложные психотропные препараты для страдающих головными болями и спутанностью сознания бабушки Толика. Коняхин раз в два месяца ходил забирать их в поликлинику. Лекарства были дорогие, и он не сомневался, что мать Синяевой делает на них наценку, но другого выхода у них не было. Без этих таблеток бабушка совершенно выпадала из реальности, забывала все, заговаривалась, бредила и делала странные вещи. В моменты помутнения она могла натворить что угодно, и оставлять ее дома одну было никак нельзя. Мать Толика умерла три года назад от лейкоза, а с отцом они никогда не общались и ничего о нем не знали. Так что, если бы не лекарство, Толику пришлось бы забросить школу и целыми днями сидеть с бабушкой. Однажды, кажется, позапрошлой весной, когда Синяева и Рогожина прицепились к нему по-серьезному, второй или третий раз, Коняхин записал их угрозы на телефон, но не придумав, как поступить с записью, просто рассказал о ней девочкам. Синяева сразу пообещала, что пожалуется маме, однако Толик ей не поверил. Тетя Даша, мать Юльки, была врачом, а у них, по его мнению, существовала клятва Гиппократа, врачебная этика, и в конце концов она была взрослой. Каково же было его удивление, когда в следующий его визит тетя Даша сообщила, что отменяет назначение и прекращает выписывать нужные лекарства. А в ответ на слезные мольбы и увещевания, даже после прослушивания записи с угрозами, безразлично сказала, «Ничего не знаю, разбирайтесь с Юлей сами, у меня всего одна дочь осталась». На другой день Коняхин подошел к Синяевой в школе и попросил у нее прощения, а потом, чтобы его заслужить, стоя на коленях целовал ей туфли. Анна Никаноровна говорила, что бабушке нужен профессиональный комплексный осмотр, что хорошо бы положить ее в какую-нибудь нормальную клинику, а не в поселковую больницу, где даже кори от краснухи отличить не могли. Но все эти разговоры всегда оставались лишь разговорами. Возможности получить направление в правильную клинику у него не было. Денег тоже. Чтобы попасть в блоки, нужно было пересечь железнодорожные пути, пройти через пустырь к автомобильной трассе и, перейдя на другую сторону, углубиться в лес. Там, на небольшом пригорке, отделенном от леса узкой просекой, стоял, подобно опустевшим жилищам инков, небольшой недостроенный квартал поселкового типа. Около 15 или 20 лет назад здесь собирались возвести новые дома и переселить туда всех из поселка и ближайших деревень. Однако что-то не срослось. Строительство затормозили на стадии возведения вторых и третьих этажей всех семи корпусов. Первые пять лет местные жители ожидали продолжения работ. Но на стройку так никто и не вернулся. А цементные блочные корпуса постепенно превратились в заброшки, которые в простонародье стали называть блоками. Блоки всегда пользовались дурной славой и считались страшным местом. По одному туда никто не ходил. Бывало, там жили бомжи, наркоманы или скрывающиеся от закона преступники. Порой собирались компании гопников, чтобы выпить или дальнобойщики привозили проституток. Но большую часть времени блоки, окруженные лесом и тоскливой жутковатой тишиной, пустовали. Три года назад там нашли труп 20-летней зарезанной девушки. А в прошлом году на балке повесился деревенский пацан. Иногда в блоках обнаруживали умерших от передоза наркоманов. Но то было привычным делом. А вот отрубленный палец, найденный мелкой шпаной на одном из подоконников, приводил в ужас всю местную ребятню уже несколько лет. Для поселковых детей и подростков побывать в блоках считалось верхом крутизны и смелости. Многие хвалились, будто забирались в тамошние заброшки, но далеко не каждый осмеливался на подобную вылазку. Рогожина с Синяевой впервые сходили туда чуть ли не в шестом классе. Толик сам видел фотографии, которые они выкладывали в школьном подслушанно. Теперь же девчонки говорили всем, что прячут в блоках выпивку и наркоту. Это было не точно, но вполне вероятно. Однажды они уже водили туда коняхина. Это произошло вечером, в ноябре. В промозглой темноте едва виднелись зловещие очертания блочных построек. Тогда девчонки собирались только напоить и снять это на телефон. Вот только они совершенно не учли, что электричества в блоках нет, что там темно и ничего толком не видно. Впрочем, напоить они его все же напоили. И даже заставили ползать на четвереньках, изображая лошадь. А сами по очереди садились к нему на спину и с криками «Коняшка! Вперед!» заставляли катать их. Тогда Толик сильно изрезал себе рассыпанным по всему полубитым стеклом ладони и колени. Брюки порвались в нескольких местах так, что зашить их было уже невозможно. Всю ночь потом его тошнило, а утром он хотел умереть. Отправился на железнодорожный мост и простоял там полтора часа. Но потом подумал о бабушке и вернулся. Теперь же был день, светило тусклое, но пригревающее солнце. Однако менее зловещими и мерзкими блоки от этого не остановились. Грязный, смешавшийся с песком желтовато-серый снег, высохшие скелеты елок, обломанные ветки, черные круги костровищ, прогнившие доски, осыпавшиеся камни, выцвевшие граффити, похабные рисунки внутри строения и снаружи, покореженные пивные банки, пакеты, бутылки, пачки от сигарет, шприцы и презервативы. От первого корпуса несло, как от общественного туалета, там всегда было нагажено. Валялись прокладки и туалетная бумага. Пока шли мимо него и второго корпуса, Коняхин со страхом пытался представить, к чему готовится. Будет ли это повторением, прошлого раза, со скачками, или девчонки придумают нечто новое. Он даже понадеялся, что они снова заставят его пить. Это хотя бы притупит боль и заглушит унижение. Кровь из носа все еще шла. Синяева подобрала кусок грязного, жесткого снега и ткнула Коняхину в лицо. В его руке комок смешался с кровью и потек, то тут, то там, отмечая их путь бурыми, но быстро впитывающимися в снег и стремительно бледнеющими пятнами. От удара Рогожиной коленка пульсировала, но Коняхин старался об этом не думать. Все самое плохое ждало его впереди. Они свернули в третий от дороги корпус. В огромном цементном помещении первого этажа, между пустым дверным проемом и прямоугольниками оконных дыр, зябко гулял пронизывающий мартовский ветер. Он растрепал всем троим волосы и забрался под куртки. Синяева тут же устремилась к тайнику в стене, и Толик, немного задержавшись на пороге, поторопился достать телефон. — Что делаешь? — заметила Рогожина. — Кому звонишь? — Никому. Он быстро убрал телефон в карман. Время просто посмотрел. — А ну, дай сюда. Катька потянулась за телефоном, Толик попятился, споткнулся о металлический каркас стула и чуть не упал. Каждый звук разносился громким эхом по всему недостроенному зданию. — Блин, Кать! — выругалась Юлька. — Тут только какая-то бутылка непонятная. Не наша. Начатая уже. Стремно пить. Синяева показала им темно-зеленую винную бутылку с закручивающейся крышкой. — Стремную не будем. Вдруг кто нассал? — сказала Рогожина. — Доставай телефон. Ща нам коняшка будет кино показывать. Прикурив, Рогожина картина выпустила дым и хлестко шлепнула коняхина ладонью по лицу. Пощечина получилась звонкая и обжигающая. Толик схватился за щеку. — Вставай на колени! — приказала она. — Будешь вымаливать прощение, тварь! Коняхин послушно опустился на пол, и Рогожина сразу же ответила ему крепкую затрещину. — Давай, извиняйся! — Прости меня, пожалуйста! — сказал Коняхин, глядя в пол. — Не так! — Катька ударила мыском тяжелой кроссовки ему в бедро. — Как следует, сука! Смотри в камеру и говори, что больше так не будешь! Синяева с телефоном подошла к ним ближе. — Я больше так не буду! — повторил Толик. — Нормально говори! — Рогожина снова хлестнула его по лицу. — Объясняй, что конкретно ты сделал и чего не будешь. Катя воспитывает коняшку, потому что он пожелал смерти всей ее семье! — прокомментировала на камеру происходящее Синяева. — Я такого не говорил! — Заткнись, конченый! — Рогожина толкнула его ногой в плечо так, что он потерял равновесие и откинулся назад, едва успев опереться на руку. — Извиняйся! — Извини меня за то, что я сказал, что у тебя слишком многочисленная семья. Больше я такого никогда не скажу! — Что значит «слишком»? — Рогожина снова взвелась. — Я тебе язык твой вонючий отрежу! Синяева, дай нож! Юлька порылась в карманах. — Ножа нет, но есть вот это! Она с победным видом выудила черный прямоугольный предмет. — О-о-о! — обрадовалась Рогожина. — Шокер! Отлично! — Не нужно! — Толик машинально вскочил на ноги. — Я же попросил прощения! — Тебе кто разрешил встать? В ту же секунду Катька ткнула ему шокером в шею, раздался громкий треск. По всему телу Коняхина прошла мелкая судорога. Он свалился на бок и нелепо скорчился. Синяева весело засмеялась. — Он похож на зародыш! — Я тебе покажу! Перенаселение! Несколько раз, хорошенько пнув Толика в спину, Рогожина поставила кроссовку ему на лицо. — Теперь ты, Коняхин, мой раб! Захочу, посажу на цепь и заставлю стекло жрать. — Слушай, а пусть он выпьет из той бутылки и скажет, что там! — предложила Синяева. — Неси! — распорядилась Рогожина и, присев возле Толика на корточке, злобно прошипела ему в лицо. — Это твоя бабка должна сдохнуть, и ты вместе с ней, тупой биомусор! — Я не говорил про сдохнуть! Толик почувствовал, что из носа снова что-то потекло и вытер лицо ладонью, но это оказались просто сопли. Где-то наверху громко раскаркались вороны. Рассеянное солнце, проникающее сквозь окна, окрасило цементную пыль пола в нежно-желтый цвет. Темные волосы Рогожиной воинственно колыхались, а голубые глаза смотрели с ненавистью. Синяева протянула ей бутылку. Катька отвинтила крышку и, понюхав, скривилась. — Бе-е-е! Точно гадость какая-то! Грубо схватив коняхина за волосы, она запрокинула ему голову назад. — Не выпьешь сам, волью насильно! К счастью, бурда в бутылке оказалась не мочой. Чего коняхин опасался больше всего? Это была какая-то сивуха, по вкусу напоминающая замоченный в яблочном компоте хлеб с сильным спиртовым привкусом. — Ну что? — поинтересовалась Синяева, с любопытством заглядывая Толику в лицо. — Самогон, кажется, — сказал он. — Пей еще! — потребовала Рогожина. — Весь! Юлька тоже присела рядом и приблизила камеру, снимая, как он пьет. — А теперь? Раздевайся! — спокойно произнесла она. — Посмотрим, что там у тебя выросло. Ее слова прозвучали неестественно и гадко, только передернула. — Давайте без этого. — Не-а! Синяева покачала головой. — Без этого никак. — Юль, пожалуйста! Его голос неожиданно дрогнул. — Ты же нормальная! Я ведь вам и так все делаю, слушаюсь и все выполняю. Не нужно раздеваться! — Я нормальная? Синяева снова засмеялась. — Какой шикарный комплимент! Она отвела камеру в сторону и поцеловала Толика в засос, а потом резко отскочила назад. — Ха-ха-ха! Размечтался! Снимай штаны! — приказала Рогожина, осуждающе поглядывая на Синяеву. — Твоя сморщенная пиписька, Коняшкин, будет главным хитом этого сезона. От самогона по телу разливался жар, а голова гудела. Не отрывая взгляд от девчонок, он медленно поднялся, сделал вид, что собирается скинуть кортку, но потом неожиданно сорвался и бросился к окну. Однако они оказались проворней. Синяева в два прыжка догнала Толика, повисла на шее, а Рогожина ударила в живот каркасом стула. Коняхин согнулся, и тогда она прижала к его шее шокер и держала, пока парень не отключился. Очнулся Коняхин без куртки, но штаны, к счастью, были на месте. Девчонки стояли у окна, курили и осматривали Юлькин телефон, который, судя по всему, во время их потасовки упал и треснул. На какое-то мгновение Толик подумал, что все еще может закончиться хорошо, что вот они сейчас докурят, посмеются и отпустят его. Потом вместе пойдут домой, и Катька скажет, что он молодец, и что она его уважает, а Синяева ее поддержит и снова его поцелуют. В конце концов Рогожина была злой, потому что у нее вся семья злая. Они с братьями бесконечно орали друг на друга и дрались, а мать их всех безбожно лупила. Коняхин помнил, как до седьмого класса Катька постоянно ходила с синяками, пока не научилась давать отпор. Каждый, наверное, озлобился бы с такой матерью. А Синяевой было просто скучно. Она развлекалась. Ей хотелось красивых нарядов, внимания парней и веселья, но у них в поселке эти наряды даже носить было некуда. Да и парней не бог весть, какой выбор. По принципу, кто борзее, тот и альфа. Из веселья же имелись тусовки за гаражами, вечерние посиделки в парке, пьянки на пустыре, телефон, интернет и, разумеется, коняхин. Алкоголь размягчил, его расслабил. Стало вдруг очень жалко бабушку и себя, но он все равно твердо решил, что лучше умрет, чем разденется. А если вдруг все-таки заставят, то на этот раз он точно спрыгнет с моста. Это был тот самый край, заступив за который он больше не сможет жить сам с собой. Даже ради бабушки. — Вроде работает. — донесся до него голос Синяевой. — Камера норм? — спросила Рогожина. — Ща проверим. Скажи что-нибудь. Настала пора лишить коняхина девственности. — произнесла Катька, многозначительно помахивая бутылкой. — Кать! Синяева серьезно на нее посмотрела. — За такое будут проблемы. Просто не станем выкладывать и все. Толик похолодел. Никакого благополучного исхода не предвиделось, и отпускать его никто не собирался. Неуклюже поднявшись на четвереньки и сильно рискуя быть замеченным, он быстро пополз к дверному проему. Пол был весь в цементных крошках, окурках и осколках, которые больно впивались в ладони. Толику казалось, что он слишком громко передвигается и что девчонки вот-вот обнаружат его побег. Но те были слишком увлечены, проверяя, работает ли камера, и обратили на него внимание только когда он, перебравшись за порог, выпрямился и бросился вглубь блочных корпусов. Послышался отборный мат Рогожиной, и сердце панически зашлось. Если она сейчас его поймает, то может сделать что угодно. В седьмом классе Катька пробила ветровую руку гвоздем, прямо в середине ладони. Коняхин сам это видел, и то, как текла кровь, тоже, а еще слышал, как орал ветров. Оказалось, он на физре рискнул потрогать Катьку за грудь. А в прошлом году она подожгла Жоховой волосы. И за это ей тоже ничего не было, потому что Жохова побоялась жаловаться. И за выцарапанное лезвием слово «Катя», которое Рогожина оставляла на телах неугодных и провинившихся, ей тоже ни разу ничего не было. До сегодняшнего дня Толику удавалось это избежать. Но теперь Рогожина точно его порежет. Впрочем, это было не самое страшное. Коняхин добежал до пятого корпуса и бросился вниз по уходящей в темноту подвала лестнице. Забился там в угол и замер. Прислушиваясь к звонким голосам наверху. Живот скрутило спазмом. Не стоило ему злить девчонок и нарываться. Но он от чего-то не сдержался, наивно полагая, что сегодня ему за это ничего не будет. Вокруг Коняхина сгустился непроглядный мрак. Без куртки было невыносимо холодно, но он предпочитал умереть от холода, нежели на железнодорожных путях. Хотя, наверное, смерть на путях не такая мучительная и долгая, однако ему все равно было неприятно представлять свое размазанное по рельсам тело с вывернутыми кишками и сплющенным черепом. Позади него капала талая вода. Размеренный, надоедливый звук. Кап, кап, кап. Послышался скрип шагов. Девчонки перестали кричать. Значит, искали его уже по-настоящему, рассчитывая не просто попугать, а действительно найти. Шаги приближались, и он невольно отступил еще дальше. Надоедливый звук капелли стих. И в ту же минуту Толик почувствовал, как вода сочится ему за шиворот, но пошевелиться не посмел. В белом прямоугольнике проема показалась фигура Синяевой. Тихо ступая, она, крадучись, заглянула в темноту. Толик перестал дышать, а струйка воды, истекая вдоль позвоночника, добралась до штанов. — Эй, коняшка! Негромко и даже ласково позвала она. — Советую выходить по-хорошему. Катька очень злая, и чем дальше, тем злее. А если она разозлится окончательно, то вообще захочет тебя убить? — Это точно. А я не хочу тебя убивать. Мы ведь даже еще не выяснили, гей ты или нет. Обещаю, мы не будем сильно тебя бить. Наклонившись, Синяева подобрала что-то с земли и кинула в темноту. Раздался глухой удар камня о камень. — Блин! — капризно воскликнула она. — Я знаю, что ты здесь. Тут следы свежие и кровь. Не заставляй меня за тобой спускаться. Оттуда воняет блевотиной. Как ты там сидишь? Синяева замолчала и, немного выждав, продолжила. Я вообще думаю, что зря ты из-за своей бабки так унижаешься. Честно. Ну, если она уже больная маразматичка, нафига она тебе сдалась? Помрет? Тебе же лучше. Будешь сам себе хозяин. Что хочешь, то и делай. Сможешь бухать или девок водить. Или вообще комнату сдавать. У вас же двушка. Ну, так круто. Только представь, у тебя свои деньги будут. Сможешь от Катьки откупаться. Синяева рассмеялась. Потопталась немного возле входа, а потом неожиданно вдруг заорала в темноту подвала дурным, исказившимся грубым голосом. Тупой ты, коняхин, и ничтожный. Хочешь сдохнуть, сдохни. Перевела дыхание и истерично продолжила. Я сейчас же позвоню матери и скажу, чтобы ни одного рецепта тебе больше не давало. Все, хватит, халява кончилась. Блин, писать хочу. Она исчезла так же внезапно, как и психанула. Вся спина у Толика промокла насквозь. И он поспешил поскорее покинуть свое убежище. Куда подевалась Рогожина, оставалось только гадать. Уж она-то точно не побрезговала бы за ним спуститься. Толик тихо поднялся по лестнице. Пока Синяева бегает в туалет, ему, возможно, удастся перебраться в другой корпус. Он хотел взглянуть. Сколько времени. Но телефон остался в куртке. И это было нехорошо. Придется вернуться за курткой и телефоном. Щурясь от света, он огляделся по сторонам, прикидывая, как лучше поступить. Но не успел сделать и шага, как ему в лицо с левой стороны впечатался здоровенный булыжник. В голове ухнул колокольный набат, и Толик упал на колени. Все вокруг трескалось, разламывалось на мелкие части, рассыпалось и дробилось. Головокружение оказалось таким сильным, что Коняхина почти сразу же стошнило. «Фу, блевотный!» — прогнусавила Синяева, пихая его ногой. «Вставай, будем драться!» Она прыгала вокруг него в боксерской стойке, уверенно выбрасывая вперед кулаки. Глаза блестели боевым азартом. В поисках спасения Толик покосился на дорогу, ведущую к корпусам. Но она была пуста. Зато со стороны холма с огромной доской в руках появилась Рогожина и направилась прямиком к нему. Пошатываясь, Коняхин вскочил на ноги и, чудом увернувшись от Юльки, кинулся обратно в подвал. Однако на лестнице поскользнулся, упал на спину и пересчитал позвоночником все ступени. Рогожина по-деловому спустилась следом за ним, подняла за грудки в сидячее положение и, дыша табачным запахом, прямо в лицо объявила. «Теперь я буду тебя пытать!» Девчонки вывели Коняхина из подвала под руки. Мокрая рубашка промерзла, и его нещадно колотил внутренний озноб. Если они его не убьют, и он не спрыгнет на железнодорожные рельсы, то теперь, скорее всего, умрет от воспаления легких. Однако солнце светило по-прежнему ласково, и воробьи шумно галдели, наслаждаясь весной. Будь Коняхин героем какого-нибудь фильма, то обязательно нашел бы способ спастись. Возможно, в нем проснулась бы скрытая суперсила, или он случайно нашел бы пистолет, а может, даже волшебную палочку. Но все происходящее в этом мире было, увы, совершенно реально. Они собирались вернуться в третий корпус, где находились до побега Толика, однако внезапно до их слуха донесся гул приближающейся машины. Синяева тут же взлетела на засыпанный снегом песчаный холм и объявила. — Фургон! — Какой еще фургон? — удивилась Катька. — Хочешь, сама посмотри. Юлька сбежала с холма, но смотреть Катька не полезла. — Нужно спрятаться. Мало ли, кто это. — Да не кипишуй. Наверняка какой-нибудь водила с девкой. Они же постоянно сюда баб возят. Все равно. Нефиг, чтобы нас видели. Идем во второй, пока они не доехали. — Я очень замерз, — пожаловался Толик. — Можно мне куртку забрать? — Куртку милостиво принесла Юлька. Телефон был на месте. Появление фургона пусть и не остудило воинственный настрой девчонок, но определенно отвлекло их. Пытки Коняхина временно отложились. Второй корпус был самой высокой постройкой из всех, с полноценным третьим этажом и стенами для четвертого. Ребята устроились втроем возле окна, откуда просматривалась дорога и стали ждать. Над головой простиралось бледно-голубое далекое небо. Где-то прогрохотала электричка. Фургон медленно въехал на горку и остановился. Шумно вспорхнув с веток, воробьи разлетелись в разные стороны. «Если зависнут надолго, уйдем через лес», — сказала Рогожина. Юлька согласно кивнула и обе закурили. Двери кабины открылись одновременно с двух сторон. Из машины вышли двое. Водитель, молодой, лет двадцати пяти, не больше, короткостриженный, дерганный, в спортивках с широкими белыми лампасами и в укороченной черной дутой куртке. И его пассажир. Мужчина постарше, повыше и поздоровее. Волосы выкрашены в ярко-белый цвет, на ногах армейские ботинки, а поверх толстого серого свитера с высоким горлом расстегнута ветровка. Оба размяли ноги и огляделись. «На бандюков похоже», — отметила Рогожина. «Наверное, у них стрелка. Или оптовый заклад. Дилеры какие-нибудь. Сними-ка их, Юль, вдруг пригодится». Синяева достала телефон и какое-то время снимала, как мужчины прохаживаются вдоль блоков, озираются и прислушиваются. Лица их были сосредоточенные и серьезные. Потом, не переговариваясь и не обмениваясь знаками, они разошлись в разные стороны. Белый вошел в первый корпус, а водитель зашагал по протоптанной дорожке. Когда он поравнялся со входом во второй корпус, девчонки замерли, но парень прошел мимо. Было слышно, как негромко похрустывают его шаги. «Что-то ищут», — прошептала Синяева. «А вдруг у них это надолго?» — Рогожина кивнула. «Сейчас переждем и посмотрим». Они перебежали к противоположной стене и принялись наблюдать за незнакомцами оттуда. Коняхин с ними не пошел. От любого движения в голове плескалась какая-то муть, вызывая кратковременные позывы тошноты. «Непонятные они какие-то», — сказала Рогожина. «Белый страшный», — отозвалась Юлька. «Смотри-ка, в нашу сторону идет». Они резко отпрянули от стены. «Ничего не страшный», — возразила Катька, не особо уверенно. «Вдвоем завалим. У тебя еще шокер. Забыла? Но он же не один. Там еще второй. Тот дохляк, как мой брат Мишка. Ему разок промеж глаз дать, сразу копыто двинет. А если друзья их подъедут? Слышь, Синяева, я тебя не узнаю». «Не знаю. Просто какое-то дурное предчувствие. Как перед Викиным побегом». Несколько секунд Рогожина пристально вглядывалась в лицо подруги. «Ладно. Давай отваливать. Сейчас пройдет и рванем к просеке». Их беспокойство передалось совершенно разбитому Коняхину. «Кать», — неожиданно произнес он, — «а давай помиримся. Как будто ничего не было. Договоримся как-нибудь. Люди же должны уметь договариваться». «Да о чем с тобой, Коняхин, договариваться?» — фыркнула Катька, суетливо поднимаясь. «Ты чмо. И за слова свои теперь должен ответить. И за все остальное тоже. Но разбираться будем потом». Девчонки поспешили на выход, а Коняхин остался сидеть у оконного проема. Возле лестницы Синяева обернулась и махнула ему рукой. Рассеянные солнечные лучи рассыпали по ее волосам золото. «Хочешь, идем с нами?» «Наверное, она все-таки ему капельку нравилась. Было в ней что-то хорошее, человеческое, только где-то очень-очень глубоко. Наверное, с возрастом оно станет еще незаметнее, а потом и вовсе исчезнет, оставив только злобу, жестокость и ненависть ко всему беззащитному. Пара лет, и она превратится в копию Рогожиной». «Я вас ненавижу!» — громко крикнул Коняхин. Катька показала ему средний палец, и они ушли. Каждое движение отзывалось тупой болью в ушибленном позвоночнике. Голова продолжала кружиться, нос пульсировал, а нестерпимый холод мокрой рубашки пробирал до костей. Толик был рад, что его оставили в покое, что все наконец закончилось. Однако тревожное беспокойство вцепилось мертвой хваткой в горло и засосало под ложечкой. Закрыв лицо руками, Коняхин сидел в жутком предчувствии чего-то катастрофического, неестественного и необратимого. Крепко зажмурившись, он изо всех сил пожелал оказаться где-нибудь далеко-далеко, в другой, совершенно иной жизни, благополучной, мирной, лишенной страхов, той, где с ним всего этого не происходит. С улицы раздался истошный женский крик, за ним второй. С трудом поднявшись, Коняхин доковылял до противоположной стены и выглянул из окна. Широко расставив руки и утопая по колено в снегу, Рогожина яростно пробиралась через просеку к лесу. А за ней, проворно перескакивая сугробы и стремительно, сокращая расстояние, гнался парень-водитель. Он догнал ее возле самого леса, размахнулся и ударил наотмашь, тут же сбив с ног, а потом накинулся сверху. Какое-то время они боролись, до Коняхина доносились отдаленные выкрики и виск. В глубине души он надеялся, что Рогожиной сейчас так же больно, как было и ему. Ухватив Катьку за волосы, парень потащил ее назад к блокам. Катька вопила и вырывалась, даже с такого расстояния Толик мог различить кровавые следы, тянущиеся за ними по снегу. И тут на лестнице послушался топот. Коняхин едва успел отпрянуть от окна, как на площадку этажа влетела Синяева. — Дай телефон! — срываясь на виск, заорала она. — Скорее дай телефон! Или лучше сам позвони! Куда хочешь, вызови кого-нибудь! Полицию, спасатели, кого угодно! Эти мужики на нас напали! Звони, иначе нам всем капец! Толик нашарил в кармане мобильник и попятился. — Мне Рогожина не жалко! — спокойно произнес он. — Так ей надо! — Коняшкин, прошу! — размазывая по щекам потекшую тушь, взмолилась Синяева. — Сейчас не до личных обид. Это реально отморозки какие-то. У них оружие. Они и тебя найдут. — Где же твой телефон? — Он отнял, этот белый мужик. Выкрутил руку. Чуть не сломал, и шокер тоже. Но я вырвалась, а Катька в лес побежала. — Она не добежала, — сказал Коняхин. — Сам видел. Синяева мелко затряслась и медленно двинулась на него. Шаг, другой, третий. Цементная крошка предостерегающе захрустела у нее под ногами. Юлька низко наклонила голову, так что рассыпавшиеся волосы занавесили половину ее лица. И вдруг резко сорвавшись с места, бросилась вперед, как разъяренная тигрица. Вцепилась Коняхину в горло, повалила на пол и принялась долбить его головой об пол. Толик собирался оттолкнуть ее, напочувствовав, что обе руки легли Юльке на грудь, и за всех сил сжал пальцы. Синяева вскрикнула, размахнулась, чтобы влепить ему оплеуху, но не успела. Белый мужик подхватил ее подмышки и грубо стащил с Коняхина. Синяева завизжала и, пытаясь освободиться, принялась извиваться так, словно у нее случился эпилептический припадок. Выскользнула из рук мужика и распласталась на полу лицом вниз. «Коняшка! Коняшка, помоги!» Захлюбывая слезами, прохрепела она. Мужик схватил ее за ноги и потащил к лестнице. Юлька нелепо попыталась уцепиться с крюченными пальцами за цементный пол. И Коняхин словно в замедленной съемке увидел, как один за другим ломаются ее на маникюренные ногти. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста!» Рыдала она. До них совсем близко донеслись душераздирающие крики Рогожиной. Судя по ним, ее насиловали. И Юлька еще сильнее забилась в истерике. Тогда мужик наклонился и что-то быстро вколол Синяевой в шею. Она тут же обмякла, пролепетала заплетающимся языком «мама» и отключилась. Волосы у нее спутались мочалкой, красная куртка побелела от белой блочной пыли. Переступив ее, Беловолосый неспешно подошел к Коняхина. «Как дела?» Голос у него был низкий и хриплый. «Нормально», — пролепетал Толик. «Ну ладно». Мужик протянул ему руку, помогая встать. «Я вас по-другому представлял», — сказал Толик. «Я не он». Мужик вытащил из-за пазухи толстенький прямоугольный конверт и передал ему. «Если будут еще доставать, ты знаешь, с кем связаться». Коняхин кивнул. «А их точно не станут искать?» «Ну как не искать? Сам подумай». Мужик посмотрел на него из-под лоби. «Полиция у нас работает исправно». «А вдруг их кто-то видел со мной?» «Без разницы. Девчонки неблагополучные, проблемные. Дело закроют, не начав». Непослушными руками Коняхин убрал конверт в карман. «А вы их в рабство или на органы?» Мужик недовольно покачал головой. «Хочешь отправиться с ними и проверить?» «Нет-нет, не хочу, я понял». «И чтобы не болтать. Это тоже, надеюсь, ясно?» «Конечно». Белый усмехнулся, небрежно похлопал его по щеке, после чего взвалил Синяеву на плечо и направился к выходу. Но, не доходя лестнице, вдруг остановился, сунул руку в карман, вытащил оттуда сложенный вдвое белый листок и протянул Коняхину. «Чуть не забыл». Толик дождался, пока стихнут шаги. Рогожина больше не орала. Он медленно развернул бумагу, и сердце его подпрыгнуло от радости. Он держал в руках направление в больницу для бабушки аж в саму Москву. Все-таки здорово, что он наткнулся на тот сайт и не испугался написать им. Теперь он может гордиться не только тем, что вылечит бабушку, но и своим вкладом в решение глобальной мировой проблемы перенаселения. Кто знает, сколько детей могли бы нарожать эти девчонки. На раскидистый куст возле кучи песка вернулись воробьи. Они весело чирикали, радуясь приближающейся весне, теплу и жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!